Итак, наша сегодняшняя тема — это цикличность любви. И первое, что я хочу сказать, для того, чтобы зайти по-философски, это то, что любовь — это чувство, само собой, как вы все выгнали, но есть такая неотчетливая разница между чувством и эмоцией. И я хотел его сразу же подчеркнуть, чтобы дало определенный контекст обсуждения. Дело в том, что эмоция, она, в принципе, кратковременная. И она подобна, скажем такому, синусоиде. Вот она возникла, мне что-то сказали, я обиделся, разозлился. И вспыхнула, прошла на поведенческом, на физиологическом уровне. Все, это завершилось, и я успокоился. Невозможно очень длительно быть в одной и той же эмоции. А вот чувство — это эмоция, которая подкреплена внутренним психическим объектом. То есть мы там в голове создаем некий объект, это, например, убеждение или образ. Ну вот если мы создали образ того, кто меня обидел, то тогда каждый раз, когда я буду вспоминать о том, кто меня обидел и этот момент, то у меня и будет эта обида опять подыматься. Вот это уже у меня чувство обиды на него. То есть обида сама по себе, как эмоция, она, кстати, длительная. Наверное, одна из самых длительных эмоций, естественным образом проходящая, но все равно дольше всего. А вот чувство обиды — это уже можно на всю жизнь. Ну вот и любовь тоже, она как чувство существует в виде того, что мы сотаем в своей голове некую копию человека, с которым мы в отношениях. И когда мы в разлуке, то не пропадает эмоция благодаря этому. Потому что вот, в принципе, знакомое состояние тогда с глаз того и сердца вон. То есть ну чеканет, вот другие люди. Сейчас к ним что-то испытывает уже похоже или, возможно, то же самое. К каким людям. И именно благодаря тому, что мы можем в голове создавать вот этот двойник, позволяет нам любить годами и, в принципе, иногда всю жизнь. Даже не видеть вот романтические примеры из ее новой обось, когда она вышла замок, а потом ждет, всю жизнь потом, в конце концов, уходит в монастырь. Ну, естественно, она помнит мужа только объект. И к нему она испытывает чувство любви. И объекта не было в голове, она бы не смогла этого испытывать. Эмоция бы эта завершилась. И здесь как раз на вот этом моменте различий и расходства. И очень интересное такое, что все-таки, все-таки, любовь это эмоция, которая циклична. То есть, несмотря на то, что мы можем удерживать ее всю жизнь, но она, тем не менее, ну, вот я предлагаю такой взгляд, это помогает, да, видение. А вы там, можете сейчас мне, точнее, как, мы начнем уже до обсуждения. На основе того, что я скажу, там, выставить контраргументы, испорить со мной, ну, это будет очень интересно и как раз да. То есть, несмотря на то, что, да, вот при помощи психического этого объекта, копии какой-то на одного человека, которого мы любим, оно может сохраняться очень длительное время, возможно, всю жизнь, тем не менее, она пульсирует. То есть, она то возрастает, то уменьшается. И, к сожалению, эту пульсацию многие воспринимают, как будто она ушла. И во многих отношениях, я думаю, так происходит в этот момент, грустная ситуация, когда вот кто-то из двоих решает, что любовь ушла, следовательно, он уже расставался. Ну, а потом, оказывается, проверяется, что расстались, а оказалось, в момент расставания оказалось, что она не ушла, да. А процесс-то уже пошел, уже, как бы, пошли, как бы, в отношениях разлады, обиды на то, что кто-то так попытался уйти. И знание о том, что она цикличная, может так сильно затихать, что мы ее, как бы, да, по сравнению с тем, в самом верхнем проявлении, в самом сильном, прям даже не понимаем, что она осталась, да. То есть, оно очень важно. И эта вот цикличность, так скажем, в смысле пульсации происходит. И тут интересно, что это, ну, как, это цикличность одного человека, да, то есть... Нет. Она может, кстати, пульсировать в малые и большие циклы. Тоже такое вот, для материала. То есть, она может в течение дня, утром люблю, вечером нет, ну, условно, да, то есть... Она может пульсировать в течение дня, в течение, там, недели, в течение месяца, года и так далее. И большие есть циклы, думаю, вы слышали, все интересуются психологией, что, например, есть циклы, там, трехгодичных отношений, то есть, за три года могут как-то прийти к изначально хорошее отношение к какому-то кризису, да, в семи и, там, в семи-десяти. Вот очень часто распадаются отношения, вот они, там, самый большой спар, такой кризис, то есть, это большой цикл, то есть, маленькие, большие циклы, и они, как бы, да, могут любительно сказаться на отношениях. Но это, как бы, мы говорим об цикле двоих, да, то есть, но... То есть, я говорю, как бы, вот это у двоих, якобы у двоих оно все одновременно, да, то есть, вот вспыхнуло, так, кстати, может быть, они могут быть, как бы, совпадать, да, что-то их вспыхнуло, ну, вначале, понятно, часто двоих одновременно, влюбленность, там, все. Такой очень-очень приятный, хороший период. Притом, кстати, даже в таком случае может вспыхнуть с разной интенсивностью. Ну, это то, что все, наверное, замечали. Кто-то сильнее, кто-то слабее, даже если любят, да, то есть, ну, зависит от темперамента, от разных, как бы, особенностей человека. А бывает довольно часто, что цикл сдвинутый, и тогда бывает ситуация, один все сейчас любит, а другой, как бы, позволяет себе любить. Тоже такая, более-менее известная ситуация. И очень часто я слышу, вот, в консультациях, когда, ну, вот, я сначала ему позволяла себя любить, да, ну, таком, да, а потом сама влюбилась. И они, как бы, раз, и поменялись местами через какое-то время. Потом, это теперь уже она его любит, да, а он уже позволяет себе любить. И так, может быть, вы, кстати, как-то, да, теперь неоднократно выйдет зайчик погулять, да, то есть, они будут меняться этими циклами. Но из-за того, что они, как бы, меняются, ну, тоже накапливаются претензии, накапливается, какая-то там, да, вот, непонимание, а что-то на самом деле происходит. Вообще, кстати, я хочу сказать, что у меня к авторам любви, а это все-таки идея, которая возникла где-то в средневековье, ну, в таком виде, в котором мы сейчас репортируем. Большие претензии. Ну, что, по-моему, там много напутанно и много от нее ожиданий. Таких, каких-то, да, сверх. Если вот эти ожидания не подтверждаются, то прям же все это не любовь, или вот это все нужно разрушать. На этой основе часто может как раз и разрушиться отношения. Опять же, к сожалению, не было бы проблемы, если бы не было ситуации, в которой я тоже знаком в качестве психолога-терапевта, что там лет 10 пошло, а они все еще друг о друге думают. Это явно то, что чувство осталось, да. Иногда думают с ненавистью, иногда смешанно. Да, ненависть, смешанность с любовью. Эти два чувства, кстати, достаточно легко переходят друг в друга. Это, может, даже еще один аспект. Ну, если кто, например, написал статьюш на эту тему, да. То есть, вот там видела, там картинку, кто выставил, там такие кубики, там любовь, ненависть, да. То есть, это такая еще. Пульсация в еще большем где-то, да, на таком диапазоне, потому что она достаточно легко. И ненависть, отчетливо просматривается, что ненависть – это не антипод прямой в смысле любви. Это как бы другой полюс. То есть, антипод – это равнодушие. Кто это, да? Вот если любил, а потом смотришь, а кто? А, это мой бывший или там бывшая, да. Вот это, вот это действительно антипод любви. А если, в принципе, до сих пор там сердце колодится, хочется убить или еще что-то такое, то это все равно еще чувство оставить, а им просто поменяли полярность, и теперь, да, как ни странно, это, конечно, да, что сначала там на руках и там, а мы на небеса возносились, а потом, в моем курсе этого человека просто уничтожить, чтобы его вообще не было на земле, да, и на нас особо колодит из-за него, ну, как. Так вот, такая цикличность, она, в принципе, связана с тем, что любовь – высокоэнергетическое чувство. Вот, в принципе, мы все хотим любви, но вот тоже интересно, к какой степени интенсивности. Потому что при очень высокой степени интенсивности она приносит боль. Я думаю, тоже мы с таким сталкивались, да, что я очень, ну, так, любовь на уровне страсти, но она, людей, во-первых, они не в себе, у них прямо сильно, да, они живут в другом режиме, хотя, опять же, до страсти у нас, я так скажу, благовольно описывается, я прошу, точнее. И, в принципе, я думаю, что когда у нас не сходится что-то, да, мы ругаемся, мы конфликтуем с любимым человеком, то это резко повышает накал любви, да, потому что мы хотим, как бы уже, типа, ты такой плохой мы с тобой не будем, да, но тогда резко возрастает это чувство, и оно превращается в мучительное. И именно тогда вот из-за этого мучения, ощущение, что мне плохо, из-за тебя плохо, значит, я тебя ненавижу, и усиливается еще дальше, но поменяет свой знак на противоположный. И, в принципе, стремясь к любви, надо понимать, что там за это нужно оплатить определенную цену. То есть, как бы, да, это очень важно, это очень важно, я саломатик, да, то есть они... Хотя я, как бы, да, у меня большие есть претензии к этому чувству, но тем не менее я за него, да, можно сказать, да, что оно того стоит. И из-за высокой... Ну, опять же, да, вот немножко, в принципе, если посмотрите на любовь как на энергию, то понятно, да, полярность, да, понятно, что пульсация, понятно, вот все, что мы в представлении связываем с энергией, да, то есть. И по большому счету, ну, наверное, это одна из основных энергий жизни, которая нас двигает и двигает наши отношения. Выходит она, наверное, куда-то там в глубину продолжения рода, но тем не менее это высокоблагородное чувство, и, к сожалению, пока что оно еще не описано в категориях именно энергии, да, то есть ее надо описать в категории энергии, тогда мы сможем ее лучше понимать, мы сможем понимать, что со мной сейчас происходит, в каждом из нас, и, соответственно, на этом делать выводы, а что же дальше, да, как нас сейчас себя вести, и как вообще относиться к другому человеку, что с ним сейчас происходит, да, почему он так, как бы, его так штамит, может быть, это не истерика, как говорят, да, потому что это действительно любовь, ну, трансформировавшегося этого человека в такое своеобразное мучительное, да, мучительное переживание, мучительное поведение. И это об этом мне хотелось сказать, и об этом я приглашаю вас поговорить.